привет всем сегодня предлагаю вам посмотреть вот такую вот игрушку которая называется the instrument of sherlock holmes неожиданно для меня игра оказалась интересной интересной и красивой как вы видите детализация довольно таки смотрите сколько всяких прибамбаса сейчас мы находимся я сейчас в роли доктора ватсона мы находимся в доме шерлока холмса и доктора ватсона я немного пропустил обучение решила показать с этого момента и в общем то пока все очень даже весело и интересно игра конечно такая камерная не не экшен это детектив как и положено быть кем и положено быть шерлоку холмсу но для этого жанра довольно таки все прикольно нарисовано играем мы на боксе не знаю конечно может быть на компьютере эта игра выходила и там она гораздо красивее или еще что-то но здесь мне картинка нравится этим гарпуном убили черного питера ахо чудовищное преступление здесь очень классные отсылки идут ачивка классные отсылки книгам и даже к фильмам довольно таки хороший хороший перевод хороший дубляж к примеру в одной из загрузок было написано что в фраза из фильма это элемент как говорил элементарно ватсон в книге ни разу не употреблялась такая фраза то есть это уже выдумки наших сценаристов и режиссеров фильма нашего знаменитого советского фильма про шерлока холмса вот значит нам нужно идти дальше наше задание было найти карту лондона так теперь на этой карте найтспирическая епархия мы отправляемся туда впервые шерлоком появляется вот увидел такие всякие сведения довольно интересные правда там успели пуша как вы узнали можно увидеть епископа да само собой проходить спасибо проходим что здесь произошло да что я не знаю видимо это случилось ночью я пришел сюда и обнаружил все это боже мой какой ужас я еще никому не сообщил откуда вы узнали холмс взгляните епископ он страшно изуродов чудовищно у нас труп изувечили и убили такого человека немыслимая жестокость посмотрите его ведь даже не узнать как могли божьи дети сотворить такое видимо блудные дети постарайтесь успокоиться преподобный нам необходима ваша помощь как по-вашему каков мотив убийства я не успел толком осмотреться вроде бы ничего не пропало да у его преосвященство и не было ничего ценного даже не знаю что вам еще сказать запишите это доктор доктор так вы не из полиции нет преподобный я шарл холмс а это доктор ватсон нас пригласил к себе епископ тогда прошу вас удалиться и ничего здесь не трогать мне нужно немедленно сообщить обо всем в полицию послушайте когда скотланд-ярд заходит в тупик а такое бывает на удивление часто они обращаются за помощью ко мне позвольте нам провести расследование и тогда уверяю вас вы получите ответы на все вопросы об этом не может быть и я вас даже не знаю нет уж я вызываю полицию прошу вас держите себя в руках преподобный ватсон вы записываете дело обещает быть весьма непростым так что нельзя упустить ни малейшей детали да холмс я скрупулезно фиксирую каждую мелочь и составляю дедуктивную таблицу пока с уверенностью можно сказать одно это не убийство с целью наживы преподобный сказал что ничего не украдено к тому же у епископа попросту не было никаких ценных вещей превосходно ватсон продолжайте что же вот такая вот интрига сделайте правильные выводы исходя из имеющихся фактов у епископа не было ничего ценного даже в его сейфе окей диалогов очень много в игре они переведены хорошо то есть труды были вложены немалые в эту игру я вам хочу сказать ну так конечно без придирки это не не знаю не last of us и никого дьюти но в этом жанре я даже не любитель этого жара квесты детективы в общем-то никогда не любил но я начал играть в эту игру и мне стало интересно все уютно и удобно так ну давайте попробуем портрет перегрена мейтланда командира пехотной бригады гвардейцев ее величество приватерло у епископа найтсбриджского то же имя что и у его предка прославленное семейство так кстати мы забыли самое важное наш труп ух жесть-то какая ну в общем то видно да здесь что подход современный со всякой кровью расчлененкой здесь по крайней мере это уместно и логично выражение лица видно что он перенес страшные мучения кровь на губах и вокруг меж зубов видны фрагменты кожи геймплей заключается вот собственно в этом мы осматриваем ищем улики ему изрезали грудь и я бы сказал что сделали это очень острым и тонким ножом и из этого складываем какой-то вывод жестоко пальцы переломанные и раздроблены ему и задрали предплечье сняли целые куски кожи что скажете ваться я бы сказал что вы пытались сожрать заживо однако я заметил странную дегенерацию кожных покровов вокруг рам мой дорогой друг все указывает на то что он сам обглодал собственные руки это немыслимо холмс ах какова интрига то круче пилы или я не знаю мне просто почему-то пила вспомнилась когда эту картину пальцы переломаны и раздроблены так внимательно не пропустить ни одного важного нюанса так на здесь вроде бы все нет вот живот весь в царапинах и очевидно что они появились уже давно значит это не убийцы нанесли ему такие раны здесь когда рассматриваете ищите улики вот позеленевший и лупа позеленевший это значит что в этом фрагменте мы все все детали нашли тоже удобно нельзя пропустить что-то в целом играл сделано удобно она очень дружественная к любому игроку даже не профессиональному там не знаю детективу или же геймер до вечной ожоги любой начинающий может легко начать не играть и не будет я думаю испытывать сложности несчастному связали ноги под коленями чтобы не дать ему ходить оставив при этом свободными ступни его ступни обожжены я бы сказал что он носит обувь девятого размера но что это значит холмс господи холмс этого человека жестоко пытали палец он явно принадлежал не епископу наицбриджскому чудовищно круто у нас есть труп есть палец который не принадлежит не принадлежит трупу да уж интрига на высшем уровне так смотрим здесь вроде бы все да вроде бы все здесь чего-то не хватает да ну чтобы это могло быть обувь ватсон на нем нет обуви это печь переполнена разбитая склянка и кровь возле горлышка какой необычный запах похоже химические реактивы бутылка виски видны отпечатки пальцев со следами крови и грязи разбитая бутылка виски странно епископ наед прижский слы ласкетом и трезвенником похоже что злодеи пытавшие епископа находились под воздействием алкоголя на этом пресс-попье кровь этим пресс-попье жертве ломали пальцы жестоко не хотел бы я оказаться на месте этого епископа так здесь вроде бы все осматриваем дальше холест это дисциплина плеть для самобичевания вот что у него за раны на животе были это волосиница для умершвления плоти епископ носил ее в знак покаяния этот набожный человек применял к себе покаянную практику умершвления плоти путем пичевания сразу вспоминается фильм кот да винчи это металлической булавкой застегивали в лосиницу так здесь вроде бы все сейф что ли не открывается мне нужно что то еще не так для этих целей нам нужно что то еще и показывают нам что воры пытаются пытались открыть сейф он мне нужно что то что можно было бы открыть сейф есть у вас какой нибудь инструмент нет поддите к черту чего вы боитесь преподобные что там внутри я ничего не боюсь на самом деле у меня есть то чем можно открыть сейф но отдам я это только в руки представителю закона и никому другому какой жадный в общем то да логично поступает пришли какие то два чудика аккуратнее ватсон смотрите под ноги надеюсь вы заметили следы на земле в самом деле грязные отпечатки следы ног ватсон зачастую могут рассказать больше чем целая толпа осведомителей да если только уметь их понять это элементарно ватсон для начала исключим из картины следы наших с вами ног а также следы его преподобия которому так не терпелось поскорее вызвать полицию а мы знаем размер ноги его преподобие мы вроде не спрашивали у него эти следы от дорогих ботинок и похоже свежие это не башмаки рабочего подбитые гвоздями башмаки подбитые гвоздями башмаки подбитые гвоздями башмаки обломок камня любопытно обломок камня подбитые гвоздями башмаки так хорошо значит теперь возьмем рулеточку и померяем размер 9 вот так вот размер 9 размер 9 размер 9 размер девять с половиной о отличие размер 9 размер 9 с половиной Кстати, вот этот сандаль отличается как-то. Поношенные ботинки с необычным рисунком подошвы. Поношенные ботинки... Ладно. Вопрос. Сколько было преступников? Ну... Двое. Неправильно. Начнем заново. Неправильно. Ну, если совсем считать все. Ну, вроде бы сказали исключить. Отлично. Теперь мы знаем, что злодеев было трое. Хорошо. Значит, трое. О чем рассказали следы преступников? К вошедшим преступникам присоединился еще один. Один вышел в других туфлях. Одного несли, чтобы он не оставил следов. Все вышли, прыгая на одной ноге. Ага. Один вышел в других туфлях, мне кажется. Чуть зно, но так и есть. Один из них ушел отсюда уже в другой паре обуви. Перед нами следы трех человек. Эти люди зашли и вышли. Но на одном из них, когда он уходил, была уже другая обувь. Осталось найти рабочего, который носит пару итальянских туфель. Вот так вот продвижение пошло. Хирургический скальпель. Он покрыт кровью. Нет сомнений, что раны на теле епископа нанесены этим скальпелем. Закрыто. На двери веранды нет следов взлома. Странно. Вы можете дать мне ключ? Нет. Вам тут нечего делать. Я зову полицию. Может, не стоит с ним спорить, Холмс? Может, позволите мне решать, Ватсон? Злой пацан. Так. Что еще? Что еще? Здесь вроде бы все. Вы не имеете права. Ладно. Не имеем, но... На этой двери нет следов взлома. Куда она ведет, преподобный? В комнату его преосвященства. Там только матрас и стул. Посмотрим. Спальня епископа. Очень аскетичная. Здесь нет ничего интересного. Окей. Нет, так нет. Кстати, как у нас там с записями? Откроем дедуктивную таблицу, Ватсон. Так. С епископа сняли обувь. Это мы знаем. Один из убийц ушел в чужой обуви. Ага. Теперь мы делаем вывод. Один из убийц был священником. Один из убийц ушел в обуви епископа. Убийцы выбросили обувь. Но ушел. Мы же это вроде выяснили. Один из убийц продает обувь. Убийцы бедняки. Один из убийц вернулся за свои обуви. Ну, видимо, бедняки. Так. Обувь богатства. Нет. Веранда. Веранда не была обыскана. Убийцы искали что-то конкретное. Убийцы напали не на того человека. Епископ застал убийц врасплох. Так. Ну, я думаю, они искали что-то конкретное. Убийцы епископа подчинялись чьим-то приказам. Убийцы искали обувь епископа. Целью убийства епископа было ограбление чьим-то приказом. О, все сложилось. Судя по всему, картина сложилась. Так. Еще сейф. Убийцы не смогли открыть сейф. Да. Жертву жестоко пытали. Да. Епископ умерщвлял свою плоть. Он привык к боли. Епископ не сдался под пытками. Епископ наказывал себя слишком жестоко. Епископ не выдержал пытки. Ну, не сдался, наверное. Раз привык. Преступники явились, чтобы убить епископа. Убийцы и епископа нашли, что хотели. Убийцы и епископа не получили. Не получили. Прекрасно. Есть. Очевидно, убийцы пытались найти вполне конкретную вещь. И это им не удалось. Преподобный, еще раз прошу вас, откройте сейф. Там лежит то, зачем они охотились. Уверен, преступники это так не оставят. Они еще вернутся, чтобы закончить начатое. А я еще раз повторяю вам, что сейф я открывать не намерен. Что ж, тогда мы зашли в тупик. Упрямый вы человек, преподобный. Ватсон, проводите нашего друга в управление полиции и вызовите инспектора Бейнса. Только Бейнса, ясно? Я подожду здесь. Идите. Наконец-то я один. Теперь можно продолжить расследование. Ну, нормально тогда. Оставили его. Ладно. Так, сюда он нас не пускал. Мне нужно что-то еще. Что-то еще, что-то еще. А что у нас есть? Вот, что у нас есть. Булавка, склак камня, скальпель, веревка, спички, палец. Так, ну. Идентификации по отпечатку пальца на дверях нет. Тогда, наверное, палец нам не подойдет. Возьмем булавку. Так. Что такое? Так. С этим замком наверняка легко справиться. Посмотрим. Так. Вот оно как. Использовать. Выбрать, повернуть. Так. И что повернуть? Неправильно. Начнем заново. Так. А куда повернуть-то? Чего нужно? Неправильно. Начнем заново. Ага. Ха-ха-ха-ха-ха. А, стоп. В форме... В форме вот той штуки, как вверху. Наверное, нужно выгнуть ее. Так что ли? Ага. Есть. Это же элементарно. Комната практически пуста. Ее наверняка используют для чтения или размышлений. Что-то есть у нас здесь на горизонте. Чернильницу недавно опрокидывали. Пятно от чернил. Пятно от чернил. Очевидно, кто-то хотел спрятать эту статую. Чернильное пятно. Довольно свежее. На самом краю коврика. Посмотрим. На полу ничего нет. А ведь чернила должны были просочиться через коврик. Пятно на полу. Отпечаток пятна на коврике. Но они в разных местах. Значит, коврик недавно передвигали. Логично. Дедуктивный ты наш. Любопытно. Что-то странное на полу. Тут как будто разметка. Похоже на шахматную доску. Любопытно. Мне нужно что-то еще. Так. Что-то еще. У нас есть спички, нож. На полу ничего нет. Странно. Это не под... А, стоп. Этот конь напоминает большую шахматную фигуру. Ага. То, что нужно. Ага. Под статуей оказалось послание. Посмотрим. Это письмо писала женщина. Но кому оно предназначалось? Интересно. Это шахматная партия. Подключи воображение. Тебе пригодится страсть к шахматам. Правильная клетка та, на которой окажется конь, пройдя все прочие. Интересно. Так. Теперь у нас есть конь. Есть. Получилось. И теперь... А, все понятно. Можем ходить так, как ходит конь. Получается такой... Рисуночек интересный. Нет, этого недостаточно. Хорошо. Все поле, что ли, нужно залить. Не пойму. Да, судя по всему, нужно все поле залить зеленым. И, наверное, откроется какой-нибудь пароход. Туда, кстати, будет тяжело добраться. Потом на зеленое остановиться ведь нельзя. О, есть. По-моему, у нас получается. Отлично. Вот это последнее поле, наверняка, то самое. Плитка здесь должна выниматься. Мне нужно что-то еще. Ну, давай, разом. Письма, которые прятал священник. 24 июля. Любовь моя. До чего прекрасна эта весна. Ай, какой чудесный день. Сегодня день рождения нашего младшенького. Словно маленький цветок наш милый мальчик растет и хорошеет с каждым днем. И наверняка он уже скоро заговорит. Я уверен, первые его слова будут обращены к тебе. Ведь он так сильно скучает по тебе, как, впрочем, и я. Ты точно не сможешь вырваться к нам в воскресенье после вечерней службы. Я думал, а мы 14 сентября... Так, стоп. Я думал, а мы... Ага, это уже другая запись. 14 сентября. Мой дорогой, я знаю, что проявляю излишнюю настойчивость, но нам непременно нужно узаконить наш союз. Нельзя же всю жизнь прожить во грехе. Поверь, мой дорогой, я прекрасно понимаю, до чего трудно твое положение. Но как же наши дети, как же я? Будущее наших детей, вот наша главная забота. Подумай, любовь моя, что такое мимолетный скандал по сравнению с семейным благополучием. Мы должны официально обвенчаться и стать настоящей семьей, наконец. Семь. Настоящей семь. Так, все, вроде бы... Записи закончились. Пачки писем, адресованных его преподобию. Какая-то женщина пишет о его незаконно рожденных детях. Значит, интрижка. Так, так. Великолепно. Теперь святоша у меня в руках. Круто. Ну, кто бы сомневался. Все святоши, они такие. Ну, большинство, скажем так. А, Ватсон. Надо сказать, вы совсем не спешили. Не привели инспектора Бейнса? Увы, нет, Холмс. Инспектора не было на месте. Доктор Ватсон запретил мне говорить с кем-либо из инспекторов, кроме Бейнса. Что за манеры? Я служитель церкви. Преподобный, я вижу, вы большой любитель шахмат. Мне трудно удержаться от соблазна закончить начатую кем-то партию. Так значит, вы эксперт и в шахматах. Ну что ж, буду знать. И что вам нужно? Как вы, наверное, догадались, решив вашу шахматную задачку, я обнаружил несколько весьма любопытных писем. Письма? О чем они? Преподобный, зачем прятать письма здесь, где их мог обнаружить епископ? Холмс, что в письмах? Не сейчас, Ватсон. А где еще мне было их прятать? Не в своей же келье, там голые стены. Но я знал, что его преосвященство, мир праху его, ничего не заметит. Меня очень интересует содержимое сейфа епископа. Дайте мне ключи, преподобный. Это невозможно. Подкуп, шантаж, угроза. Ну, подкупать я его точно не желаю. Почему бы не пошантажировать? Угрожать не круто. Тогда мне придется придать огласки вашу корреспонденцию. Я джентльмен, и мне не хотелось бы этого делать. Холмс, я понимаю, цель оправдывает средства, но все-таки я не одобряю такие методы ведения расследования. Вы не джентльмен, вы подлый шантажист. Сейф открывается с помощью стержня и разбросанных по комнате. Разбирайтесь сами. Ну, ой-ой-ой, стержни. Ладно. Возьмем стержни, гвозди какие-то. Так, а где еще? Здесь случайно нет. Есть. Стержни. Так. И сколько, интересно, этих стержней нам нужно. И в этой комнате тоже. Да. И здесь. Будь по-вашему. По-другому и не бывает. Что вы можете рассказать о последних днях жизни епископа? Кто-нибудь приходил к нему, его что-нибудь беспокоило? Не упускаете ни единой детали. Вчера его преосвященство вызвал к себе племянника. Меня озадачил этот визит. Юноша не часто навещает дядю. А вы не знаете, почему они были в ссоре? Не думаю. Юноша просто очень занят. Он работает в архиве Королевской библиотеки. У него не так много свободного времени. Вам известна цель этого визита? Нет. Но разговор шел на повышенных тонах. Всего через пару минут разгневанный племянник покинул дом. Любопытно. Я ответил на ваши вопросы. Теперь позволите, наконец, вызвать полицию? Боюсь, что нет, преподобный. Пока рано. Теперь мы можем открыть сейф. Теперь мы можем открыть сейф. Так. И как узнать, как мы его можем открыть? Странно. Убрать, положить. Не открывает. Непонятно. Я не могу другие взять. И не знаю, куда этот воткнуть. То есть просто методом тыка, что ли, проверять каждое поле. Но это как-то жестоко. Видимо, с меня Шерлоком все-таки не очень хороший. Что-то тут не то. Следы показывают. Так. Сброс, сброс. Оба. А как у меня получилось? Сразу несколько поставить. Так. Ну, тут, видимо, нужно поразбираться. В общем, на этом закончим нашу превьюшку. Оставлю разгадку этой загадки для вас. Попробуйте ее разгадать сами. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь. Еще много всяких игрушек будет. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok